Лига Чемпионов С особой ответственностью подходим Именно матчем с бельгийцами Зенитовцы начали новую еврокубковую кампанию И начали, мягко говоря, неудачно Казанцы прилетели в Бельгию прямиком из Бразилии Зенитовцам явно не хватало физических сил А Валентину Кроткову своей игровой формы Либера В итоге Зенит уступил 2-3 Хотя по ходу матча вел 2-0 В той встрече Михайлов набрал 29 очков Соколов 25 Но общекомандные 36 ошибок Перечеркнули все старания казанцев Ну двоякое впечатление было Потому что фактически в Бельгию Мы просто с самолетов с Бразилии приехали И в принципе две партии не предвещало Ничего такого катастрофического Мы спокойно выиграли их И потом по моему ощущению Просто не хватило физической силы Мы приехали оттуда после пяти игр Но это не умаляет того, что команда там плохо играла Бельгийцы играли очень хорошо После той встречи зенитовцы обыграли Халкбанк И неожиданно уступили польскому Естшемске Который теперь уверенно возглавляет группу Казанцы же лишь третьи После трех матчей И теперь для выхода в плей-офф Команде Алексея Вербова Просто необходимо выигрывать Во всех трех оставшихся играх Причем делать это нужно С наилучшей разницей Очков, партий и мячей Выделились ли по первой встрече Наверное Марда, игровщик Лидер команды, наверное, и духовный Который решает все важные мячи Я думаю, что он им сильно помог И в той встрече Наверное, в первую очередь Не справились именно с ним Но у него практически не отличается стиль От польской команды Играет быстрый волейбол Комбинационный Очень много защиты в них Не бьют сильно Не лупят Просто стараются держать мяч Встреча с Гриньярдом Не обещает быть легкой прогулкой Забавно, но декабрьский матч Стал единственным в истории Противостояния команд И сейчас статистика в пользу Действующего чемпиона Бельгии Хотя сейчас у команды из Моасейка спад Она опустилась на третью строчку в чемпионате А вот в Лиге чемпионов Пока что выше казанцев Не можем так подавать, как раньше И поэтому у нас возникают сразу сложности с такими командами Потому что технически эти команды К сожалению, нас переигрывают В моем понимании Планирующая подача сейчас Хорошая планирующая подача Намного-намного тяжелее принимается, чем силовая Я имею в виду Конечно, если там подают Леон или Сурмачевский Или какие-то ребята, которые за 130 Это другое А средняя подача 100 км в час Хороший флот Флот намного сложнее Там практически вся команда подает Реально хорошую подачу планирующую Бельгийский клуб отличает Классический европейский стиль волейболи С которым отечественным командам Всегда непросто совладать Плюс неприятные планеры Доставляющие много хлопот в приеме Лучшие бомбардиры команды Ельте Маан и Йонас Квален Постараются повторить успех матча в Бельгии Руководит же этой бандой Британский тренер Не только Гринярда Но и сборной Финляндии Джоэль Бэнкс Важнейший матч Лиги чемпионов Между Казанским Зенитом И Бельгийским Гринярдом Состоится в Казани 29 ноября В 19 часов по московскому времени Мы будем очень рады Видеть вас в центре волейбола Где специально для всех зрителей Будут организованы конкурсы И шоу-программы Нам очень нужна ваша поддержка Ведь только вместе с вами Болельщики Мы Зенит Казань Каждый перед собой поставил некий вызов Потому что двоякое впечатление осталось Игра там Вроде мы спокойно должны были выигрывать Но не выиграли Игра с поляками Катастрофическая И нужно поверить просто в себя Чтобы не допускать таких концовок Хладнокровно просто доигрывать их Поддержка всегда важна Я думаю, что бельгийцам в том числе Она дома и помогла Поэтому всех приглашаем завтра на матч Конечно, безусловно Когда играешь В семером-восьмером Это намного больше заряжает Дает тебе положительных эмоций После каждого выигранного очка И, наверное, это Один из залогов успеха Любой домашней команды Уважаемые болельщики Спасибо за вашу поддержку Подписывайтесь на ЗТВ Продолжение следует...